всем привет с вами оксана лифенко и сегодня мы с вами будем разбирать вот эту гору пряжи это пряжа джинс возможно если вы подписаны на мой канал только вяжите по улочкам то она вам вряд ли пригодится а вот если вы вяжете игрушечки или на каких-то больших куколок что в детские вещи взрослые то я думаю вам будет интересно оставайтесь здесь 52 оттенка пряжи джинс а всего в палитре их сейчас 62 или 61 я попробую сейчас эту кучку разложить по цветам и будем с вами смотреть те оттенки которые я отобрал вот сейчас даже у меня не входят в кадр но будем последовательно смотреть сейчас я отложила те цвета которые теоретически можно использовать для тела и для волос кукол куколок то есть так скажем базовые цвета да но не только куколок здесь на ней мишки начнем с самого свет ну это конечно не для тела но сначала мы беленький с вами посмотрим смотрите первый оттенок это у нас цвет 01 и он называется белый ну он такой вот не знаю понятнее будет если мы сравним два этих моточка то есть это 01 белый и этот 62 белый но я бы сказала что это очень белый такой вот белоснежный сахарный а этот более такой вот но не молочный нет он тоже белый но не отбеленный скажем так теперь вот этот моточек я бы поставила следующим это 03 вот он как раз наверное по тону ближе к молочному и мне кажется тело вот тело куколки было бы из этой пряжи неплохую неплохое и вот этот вот 73 тонн он более такой это персиковый или с розовым отливом то есть ближе ну вот видите если моя рука что-то ближе к человеческому скажем так и вот здесь у меня следующий оттенок это 0 5 вот так они выглядят если их сравнить и вот этот но я не знаю этот более специфический что-то такое светло-лимонная это восемьдесят шестой оттенок то есть в зависимости от вашего образа куколки так и что еще ну вот этот я не знаю для более смуглых либо мне кажется для волос тоже светлых это будет очень красиво 0 7 этот оттенок тоже такой мягкий теплый очень приятный так это мы с вами светлые цвета посмотрели которые либо вот как белый либо по тону кожи нам куколки подойдут если вы вяжете игрушки так 0 5 мы посмотрели и сразу давайте посмотрим коричневые вот это тоже наверное бы к светло вот к светло-бежевому отнесла 0 7 следующий вот если по как бы по оттенкам идти то мне кажется это 87 вот так он выглядит так теперь возьмем не знаю вот этот наверное это у нас 48 и сюда же мне кажется вот этот можно отнести это 71 так 87 48 и 71 почему я вам так подробно показываю потому что палитра джинса огромная не каждая рукодельница тем более если не часто вяжете игрушки может купить как бы всю эту палитру а так вы вот сейчас посмотрите и возможно это поможет вам определиться какие моточки купить первую очередь и темно-коричневая так это у нас 70 если не ошибаюсь только штаном в палитре называется вот так выглядит а это сороковой они в общем-то очень близки но я бы сказала что этот цвет красивее но это зато более светлый оттенок так и вот эти два моточка это у нас тоже классика к белому до черный два черных вот этот 28 цвет этом он более такой джинсовый то почему наверное пряжа называется джинс потому что многие оттенки идут вот такой милировкой не знаю как это сказать потертостями скажем тогда то есть джинс такие потертые джинсы это у нас 28 черный это у нас черный 53 здесь уже ну такое обычный черный цвет без всяких вмешательств и давайте еще искусственных посмотрим вот эти три оттенка хотя наверное 2 этот я ближе к синим отнесу два серых цветом сейчас скажем 49 и 46 они тоже близки по тону но вот этот наверно более такой серый машины а это что-то но не пепел конечно ну вот что то такое что то светлее 49 и 46 теперь будем смотреть с вами более интересные оттенки более живые до более яркие сейчас от розового розово-красное сиреневый посмотрим кстати если вы вяжете игрушки и живете в украине то я вам оставлю ссылку под видео это пряжа есть у нас в магазинчике так давайте начнем со самого светлого самый светлый это у нас семьдесят четвертый но опять же самый светлый из моих 52 оттенков те 10 оттенков которые я не взяла они мне показались какими-то невзрачными такими немного скучными поэтому я их не стала брать 74 очень нежный такой очень красивый розовый такой знаете наверно поросеночек такой маленький так после этого наверное 36 вот так и наверное сюда я бы отнесла вот это 20 он написан как лиловый 20 вот так они выглядят вместе два розовых поярче это у нас пятьдесят девятый и сорок второй и если я не ошибаюсь то они оба называются малина только вот это ярко малина это просто малина но вот этот более знаете как сейчас пишут неоновый более такой яркий детский такой вот а этот чуть поспокойнее оттенок 42 и 59 и вот этот цвет я бы назвала или пыльная роза или в сухая роза 83 то есть такой вот спокойный благородный оттеночек здесь у нас бордовый это 66 красивый яркий насыщенный я не знаю как он на камеру сейчас передается мне конечно жаль если немножечко камера будет перевирать но мне кажется что показывает более менее удачно и два красных один из красных вот этот 90 это недавний оттеночек это чисто вот насыщенный красный алый я бы сказала цвет а вот этот красный который 26 он у нас как вот черный первым показывал то есть ведь он идет с потертостями с переливами и не такой яркий более приглушенный так и здесь у меня три сиреневых оттеночка самый светлый вот такой 89 сиреневый мне все эти три нравится такой светлый красивый нежный сюда ему в компаньон 72 так и сюда же 50 это наверное у нас фиолетовый убежали вот так теперь давайте смотреть синюю палитру я вообще в восторге от этого оттенка это настолько такой нежный такой приятный 76 я не знаю как его правильно назвать то ли это светлая бирюза то ли это нежно-голубой вот он такой очень красивый к ним к нему давайте вот эти два это у нас уже идет бирюза два оттенка 33 и и и и и и 55 то есть 33 более светлый это более такое насыщенный так и сюда возможно вот к этому моточку в компаньон идет 81 это или тиффани или ментал не буду вас обманывать но самый главный номер потому что каждый магазин может принципе по-разному назвать перевести с английского если есть но хотя я на сайте компании yarnart название кроме белого не увидела поэтому я думаю что каждый называет как называет вот такие два оттенка это то что у нас ближе к бирюзовому и теперь голубые от голубого до синего самый светленький вот такой 75 нежно-голубой такой вот небесная ой небесное весеннее небо я бы сказала после него после 75 15 я бы определила так дальше дальше вот эти два оттенка они очень похожи между собой если честно что если вот покупать себе то я думаю что в обеих моточках смысла нет я бы выбрала наверное больше 16 хотя видите они идут рядышком 16 17 то есть они были выпущены скорее всего одновременно но они очень очень похожи обе с вот этой вот джинсовой потертостью только с той разницей что это более чуть ярче этот более спокойный так 16 17 эти мы с вами видели и синенький так это у нас 47 как называют в некоторых палитрах королевский синий да такой вот насыщенный ярко-синий и 54 темно-синий давайте вот мы их посмотрите 54 47 и возьмем например какое вам сказала 16 мне больше понравился вот эти оттенки уже до больше как бы отличается то есть здесь вот так вот так и осталось у нас один моточек это ближе к серому но я его в эту гамму отнесла 68 это такое я не знаю серо джинсовый наверно под цвет джинс только не голубых а сереньких так и у нас с вами осталось желто-оранжевая гамма и зеленая смотрите вот этот оттеночек я вам уже показала когда для тела показала это восемьдесят шестой но я его оставила и здесь для того чтобы сравнить вот с этим оттенком это у нас 67 то есть они тоже видите близки по тону но этот ближе они оба наверное это светло лимонный это лимонный они конечно же отличаются и возможно где-то для переходов нужны оба оттенка но если вот для тела то вот этот оттенок мне кажется гораздо приятнее так дальше у нас два вот таких желтеньких этот прям такой знаете цыпленок цыпленочек 35 цвет из него надо на пасху цыплят вязать а это у нас 88 более спокойно желтый оба оттеночка тоже красивым вы знаете раньше пряжа мне по ощущениям совершенно не нравилось мне она казалась какой-то такой немного скользкой немного но не шуршащий не знаю но она в общем то нет она не скрипит конечно но почему-то по ощущениям я ее раньше не принимала а сейчас вот я щупы как бы но не знаю как она поведет себя вязание потому что вязала я из нее очень и очень мало так это на желтенький вот этот я думаю тоже его нужно не к зеленым а к желтым отнести такой знаете неоновый лимончик 58 цвет яркий яркий красивый не знаю для каких-то таких наверное смелых проектов так это у нас горчица 84 тоже мне нравится этот оттенок такой спокойный и если будем гореть о оранжево-коралловой персиковой каме то вот он 23 а это у нас 61 кстати вот видите этикеточка отличается насколько я поняла это старая этикетка а это уже новая так и два вот таких это наверное ближе к кирпичному от которой красный кирпич а это яркий апельсин написано 77 и 85 так горчичку я вам назвала и давайте сразу вот здесь я уже зелененький подготовила это у нас нежный такой нежно-мятный 79 это 60 так здесь у нас 52 52 зелененький и морская волна 63 это тоже красивый но это просто обычный и зеленый цвет скажу вам по секрету что есть у меня в мыслях повязать куколок даже не в мыслях а в планах потому что я уже вот купила себе крючок у меня есть двоечка кловер и два с половиной но двоечка мне показалось мало для джинса а два с половиной великовата чтобы не было раскрябанным вязанием вот двоечка мне бы подошла для козал бэби котон мне та ниточка нравится больше но не гораздо меньше оттенков и почему я еще дала предпочтение джинсу потому что насколько вот я уже давно слежу большинство игрушечников те кто вяжет игрушки они вяжут из джинса поэтому я подумала что если я в дальнейшем что-то буду тоже такое вязать то лучше придерживаться как бы более кто и пряжа которая более уже привычно для аудитории ну и она я так понимаю более доступная как я читала в интернете что-то одна из немногих пряж которая у нее и качество осталось как прежде и цена у нее очень очень приятно по составу давайте же почему я вам не сказала сразу что у нас здесь составе в составе нас 55 процентов хлопок 45 процентов полиакрил моточки по 50 грамм и длина нити в мотке 160 метров казалось бы она близка к нашей девида если вот мы платится вяжем спицами но она более объемная поэтому для паулочек конечно же даже для спиц мне кажется это будет грубовато но разве что какие-то пальтишки то есть верхние вещи можно будет вязать вот если я очень надеюсь что это видео было для вас полезно она вам поможет определиться с оттеночками пряжи если вы вяжете игрушки и будете делать покупки поэтому я буду вам благодарна за лайки если видео было вам полезным также напишите интересно ли вам было бы если мне понравится вязать куколок то связать со мной одну или две игрушечки то есть если среди моих подписчиков те кто вяжет не только кукольную одежду но и сами игрушки благодарю вас за лайки за комментарии за вашу обратную связь это что делитесь моими видео в соц сетях для меня это очень ценно поэтому я вам благодарна за любую поддержку вот и до новых встреч новых видео всем пока не забудьте подписаться на канал чтобы не пропустить новые видео пока пока